Я сам, будучи студентом третьего курса, проходил практику работы на скорой помощи. Хотел бы сказать, что это тяжелая работа на самом деле, потому что поднимаешься в квартиру, и ты не понимаешь, что тебя там ждет. У полицейских хотя бы есть оружие, а ничего нет. Да, зачастую вызовы происходят пьяными людьми, которые могут оскорбить медицинского работника, накричать, и за это им, если опять же смогут оказать, штраф 4 тысячи рублей. То есть по сравнению с полицейским это, ну, неизоизмеримо. А если нападут на медицинского работника, то в общих правилах хулиганство, и там даже условный срок. Мое мнение, как и большинство моих коллег, рецепт очень простой, он действующий рецепт. Нужно пойти по примеру полицейских. Есть 318-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации об ужесточении ответственности в случае, если ты оскорбил полицейского при исполнении, 2 года лишения свободы. Если ты, упаси Боже, напал на полицейского, не причинив вреда здоровья, 5 лет лишения свободы. Причинил средний вред здоровью, тяжести 12 лет, и тяжкий вред 20 лет. Теперь вопрос, чем отличается медицинский работник, исполняющий свой долг, от полицейского при исполнении. Мое мнение, ничем. И полицейский, и медицинский работник спасают жизнь. Поэтому я считаю, что нужно уравнять их непосредственно в той мере, в плане, если оскорбил, пожалуйста, такая же ответственность наступает. Если упаси Боже напал на медицинского работника, скорая помощь, то же самое. У нас количество медицинских работников постоянно, к сожалению, уменьшается. Ну, не секрет, что есть дефицит кадров в этой отрасли. И поэтому именно вот сейчас назрела та тенденция, чтобы максимально обезопасить, максимально сохранить именно медицинских работников, работающих на переднем крае, которые непосредственно оказывают скорую помощь нашим населением. Нужно просто, чтобы комитет по здравоохранению Алтайского краевого законодательного собрания обратился в профильный комитет Государственной Думы по охране здоровья, опять же, через наших депутатов Государственного Думы, представляющих Алтайский край. И я думаю, что, в принципе, хотя бы дискуссию начать, это уже было бы полдела. Я считаю, что именно вот сейчас, в условиях непростой обстановки, государство пойдет на встречу и, как и полицейских, также защитит и своих медицинских работников.